Приветствую дорогие друзья, меня зовут Александр Сакирко и вы смотрите канал Быть Программистом. В этом видео я покажу, как любой человек, не владеющий навыками кода, никогда в жизни не программирующий, сможет легко и быстро сделать сайт на WordPress для бургерной и еще и с опцией интернет-магазина. Готовы? Поехали! Для работы нам требуется чистый новый сайт на WordPress. Я его, собственно, только что установил. Если вы не знаете, как это делается, посмотрите отдельный ролик в интернете. Это 2-3 минуты, все делается кликами через браузер. Собственно, вот она наша админка. Далее мы должны зайти в папочку FIMS, это шаблоны и установить специальный шаблон. Мы будем работать с шаблоном ALLE. Это шаблон моей разработки. Вся информация по шаблону ALLE есть по ссылке в описании к видео. Значит, следующий шаг. Мы активируем шаблон ALLE. Далее, шаблон ALLE после активации нам предлагают установить несколько требуемых для работы плагинов. Что самое важное? Важно установить плагин ALLE FEMCORE. Премиум шаблоны всегда идут в пачке с отдельным шаблоном CORE, в котором лежат все дополнительные опции. Поскольку шаблон это территория стилей, но для работы конкретных сайтов нужен функционал. Поэтому мы вот таким вот образом устанавливаем вот этот дополнительный плагин ALLE. Значит, собственно, установили, сейчас еще и активируем. Все. Далее, шаблон мне предлагает и другие плагины к установке. Это вот платный плагин Visual Composer, Essential Grid, Slider Revolution и бесплатный WooCommerce Page to Scroll. Их покупать не нужно, они идут в комплекте с шаблоном. И вы их отсюда можете бесплатно установить и активировать. Они будут прекрасно работать на вашем сайте. Далее, вопрос. Можно их сейчас установить? Можно их установить на этапе демо-импорта? Почему? Потому что какие-то шаблоны используются в конкретных демках, какие-то не используются. Мы не знаем, что у нас используется в нашей бургер-демо. Поэтому, в принципе, установим только Visual Composer, потому что он наверняка используется. В нем идет постройка самих страниц, да? А все остальные плагины просто будем устанавливать на этапе демо-импорта. Шаблон нам это позволяет. Собственно, установили, активировали в ВПБ-каре Visual Composer. Дальше Revolution Slider, то же самое. И активируем. Все. Остальные плагины, в принципе, на этапе демо-импорта. Теперь я зайду в шаблоны, покажу. У нас активирован шаблон OLED. Далее я зайду в плагины, покажу, что у нас дополнительно, да, установился Alifem Core, Slider Revolution и ВПБ-каре. Далее я перейду на сайт и посмотрим, что у нас сейчас отображается. Собственно, новый шаблон, да? Но, в любом случае, это какая-то стартовая страница. Вот это никак не похоже на сайт для бургерной. И делать из такого пустого шаблона сайт для бургерной, это трудозатратно по времени. Но, чтобы быстро стартануть, у нас в шаблоне Оле есть специальный тул, который называется Demo Install. Значит, мы в него сейчас заходим, лежит он у нас в Appearance Demo Install. И вот здесь у нас есть перечень демок, которые присутствуют в этом шаблоне. Их очень много, они по разным тематикам. Нас конкретно в этом видео интересует вот эта вот демка для бургерной. И вот он Demo Install, да? По плагинам. Чтобы кнопочка Install у нас стала активной, нам нужно установить все плагины, требуемые конкретно для данной демки. Мы видим, что WooCommerce не установлен. Давайте мы его отсюда установим. Вот отсюда вы можете любой плагин для любой демки установить вот таким вот легким нажатием одной клавиши. Все, замечательно. Он установился и автоматически активировался. Теперь давайте мы запустим этот самый Demo Install. Нажмем вкладочку Install и здесь подтвердим. Ок. Важно, у вас должен быть пустой сайт на WordPress. Если у вас сайт не пустой, у вас уже есть какие-то посты, страницы, плагины, в принципе проблем не будет. Он установит весь контент поверх вашего сайта. Ваш старый контент останется. Далее. После установки демо импорта вы можете удалить этот демо импорт. И весь ваш старый контент тоже по-прежнему останется. То есть удалится только новый импортированный контент. Собственно, все. Демка инсталлировалась. Занимает это обычно несколько минут. На быстрых хостингах, мощных хостингах это занимает еще быстрее. На более слабых это занимает немножечко медленнее. В принципе, технические требования для работы, для нормальной комфортной работы демо импорта. Это PHP от версии 7.4 и вверх. То есть последняя свежая версия. И memory limit минимум 256. Если будет меньше на вашем хостинге демо импорт вероятнее будет работать, будет импортировать. Если будет выше, значит он будет просто шикарно, очень быстро на лету все это дело импортировать. Окей, замечательно. Давайте перейдем сейчас на сайт и обновим эту страничку. Вот сейчас мы получаем демо. Версию, да, сайт уже готовый для бургерной компании. Обратите внимание, нам ничего дополнительно делать не нужно. Остается только редактировать информацию, поставить логотип фотографии клиента. И сайт полностью готов для работы. На это у нас ушло буквально несколько минут. Давайте пройдемся по внутренним страницам, чтобы определиться, какие блоки нам, в принципе, интересны для редактирования. Значит, главная страница, в принципе, вы ее только что видели. Выглядит она вот таким вот образом. Здесь у нас бургер из интернет-магазина. Отсюда можно прямо в корзину добавить. Можно перейти в сам бургер. Можно фильтровать по категориям вот таким вот образом. Далее у нас информационный блок, отзывы в виде слайдера, информационные блоки, блог и, собственно, футер. Далее перейдем на страницу about. About, как правило, это статические страницы, которые несут какую-то информацию. Собственно, опять же, информационный блок, наша команда, информационный блок и рекламный блок. Далее непосредственно сама страница блога с опцией load more. При клике подгружают остальные посты. Опция магазина. Кстати, сейчас сайт у нас на английском языке, потому что шаблон интернациональный для всего мира. Но он переведен уже абсолютно на 100% на русский язык. И стоит в админке указать русскую локализацию для WordPress, то все системные слова, все, что в шаблоне, да, все будет автоматически переведено на русский язык. Человеку остается лишь контент уже добавлять либо на русском языке, на своем языке, либо установить плагин многоязычности, чтобы одновременно сайт был и на английском, и на русском. То есть здесь, с точки зрения локализации, он отлично подготовлен для русскоговорящего сегмента. Собственно, магазин, да, давайте зайдем в какой-то бургер, посмотрим и карточку открытого товара. Выглядит он вот таким вот образом, значит, сам товар, можно добавить корзину. И что у нас тут? Страничка контакта, да. Вот такой вот интересный сайт для бургерной мы научимся в админке редактировать. Значит, что нас интересует в первую очередь? Это, конечно же, страницы, потому что основной контент, он на страницах. Второй момент, это FEM Option панелька. И третий момент, это Revolution Slider, поскольку вот такие вот интересные слайдеры солидно выглядят на сайте. И нам нужно, в принципе, научиться, как, может быть, не создавать текст с нуля, а как минимум редактировать то, что уже есть. Это мы в этом уроке сделаем. Поехали. Начнем с редактирования страниц. Для этого нам нужно перейти в раздел Pages, там и хранятся наши страницы. В принципе, их немного. Часть страниц это созданные шаблоном, такие как About, Blog, Contact, Home. И часть созданы динамически плагином WooCommerce. Но конкретно в нашем случае их импортировал в шаблон, не плагин WooCommerce создавал. Но суть следующая. Card, Checkout, My Account Shop, они как бы динамически используются плагином WooCommerce. Нам нужно что-то отредактировать, да, какой-то страниц, какую-то информацию. Выбираем, собственно, нужную страницу. Давайте Home рассмотрим, главную страницу. Заходим в эту самую главную страницу. Она у нас построена на плагине Visual Composer Page Builder. Исходный код, ее выглядит вот таким образом, да. Ничего здесь непонятно, что редактировать. Но и здесь не нужно ничего редактировать. Нужно просто включить Visual Composer. Он у меня просто был отключен. Вот я его включил. И теперь страничка выглядит вот таким вот образом в нашей админ панели. Значит, можно редактировать в таком режиме. Можно перейти в Full Page режим и уже как бы на сайте редактировать. Очень похоже на то, что мы видим здесь. По Revolution Slider. В первом блоке у нас подгружается Revolution Slider. Собственно, как на сайте мы видим. Что у нас в втором блоке? У нас есть картиночка, да, справа и слева текст. Собственно, мы их видим здесь. Есть картиночка справа, слева текст. Соответственные колонки. Да, нужно отредактировать картиночку. Мы заходим в эту картиночку. Подгружаются опции для того, чтобы редактировать. Выбрать другую картинку, размер и куча различных опций по выравниванию и так далее. Хотим с дизайном что-то сделать этому блоку, переходим в вкладочку Design. И опять же, здесь куча опций. Не буду я рассматривать, в частности, каждую опцию. Сейчас речь не об этом. Сейчас речь больше показать возможности редактирования конкретно шаблона, а не Page Builder. Теперь, если мы хотим какой-то текст, любой на странице отредактировать, значит мы заходим в этот самый текст и, собственно, редактируем. В этот самый заголовок, собственно, редактируем этот самый заголовок. Если нас не устраивает колонки, либо хотим еще колонок добавить, значит мы заходим вот сюда и вот таким вот простым образом, например, делаем их половинками. Либо делаем их на три колонки Обратите внимание И сюда добавим какой-то новый текст Может быть какой-то текстовой блок Клиент попросил сделать три колонки Давайте сохраним Конечно, наша страница сейчас не будет выглядеть так красиво Как должна была выглядеть Но смысл в следующем Вот таким вот образом мы себе динамически создаем весь этот контент И вот что у нас выглядит Картинка автоматически уменьшается Потому что система все подгоняет под размер И добавляется нужный текст Теперь обратите внимание Что они у нас выравниваются в одну базисную линию по центру По центру нашего блока Почему? Потому что именно такие настройки заданы Нас, например, это не устраивает Давайте зададим настройку, чтобы они выравнивались не таким образом Вот везде, где у нас карандашики Это опции для редактирования соответствующего блока Сейчас вам, конечно, не очень понятно На какой именно карандашик нажать Но стоит буквально полчаса, часик понажимать на эти опции Посмотреть на них Собственно, вы уже будете понимать, где искать Собственно, вот на один из карандашиков я нажал И обратите внимание Content Position У нас стоит значение Middle То есть по центру Если я выберу Top По верхней базисной линии И сохраню эту страничку Собственно, у меня контент сейчас будет уже выравниваться По верхней базисной линии Контент вот конкретно в этом блоке Обратите внимание Вот теперь оно все выравнивается По верхней базисной линии И таким вот образом Любой блок Можно редактировать в данном шаблоне Это что касается дефолтных виджетов самого билдера Их очень много Но у нас в шаблоне Али есть виджеты вот с такой красной лошадкой Это логотип Алифем В момент, когда вы добавляете какой-то виджет Давайте я вам продемонстрирую Если вы зайдете вот здесь в вкладочку Али Вы увидите, как их тут много Обратите внимание Вот это все кастомные виджеты Под специальные модули Поэтому, когда вы видите вот здесь Shop Products Это означает, что это кастомный виджет Именно от шаблона Али То есть вот этот виджет с фильтрацией Это уже кастомный от шаблона Али Если вам нужно в нем что-то отредактировать Вы заходите Вы редактируете Что вы можете здесь отредактировать Например, сетку Далее Сколько продуктов показывать Восемь или четыре Можете указать конкретные категории Например, у нас категория не указана Это означает, что здесь берутся последние категории Которые есть Если их сто, например, он возьмет Десять последних Сколько поместится в колоночку А вдруг у вас сто категорий А вам нужно конкретные пять указать Вот здесь вы их указываете Нужно написать первые три буквы Давайте попробуем Кофи, например Давайте напишем Коф И вот он находит нам категорию кофи Вот мы ее, собственно, указываем Вот таким образом Значит, имейте в виду Что виджеты Помеченные вот такой лошадкой Это виджеты от шаблона Али Виджеты все Находятся вот здесь Виджеты от шаблона Али Находятся вот в этих двух вкладках Али Это статические, динамические виджеты по контенту Али Ви Си Это Визуал Ой, Визуал Это Вукамерс То есть связанные с интернет-магазином Тоже имейте это в виду Замечательно Хорошо, крутим дальше, собственно Здесь уже все понятно Все можно двигать Менять контент Создавать свою страничку Без никаких усилий Туда-сюда тусовать Можно вплоть до того, что Колонки можно вот двигать Наверх, вниз Вот таким вот образом Можно между собой контенты Передвигать Таким вот образом Можно вообще удалить полстраницы Другую страничку сюда Импортировать Смысл в следующем Мы когда беремся за сайт У нас уже есть Этот самый демо-импорт У нас все стили готовы И нам остается только Как лего Собирать из кусков Точнее даже не собирать А просто менять Под клиента Этот уже почти готовый сайт Думаю по Визуал композер понятно Здесь скорее бы лучше Сделать большую лекцию И показать ученикам Какие опции Собственно И как они работают Если интересна эта тема Жмите лайк этому видео И пишите в комментарии Давай лекцию по Визуал композер ВПБ Кари Пейдж Билдер И я запишу отдельный обзор Именно по опциям Как работать с этим Пейдж Билдером Из админки И думаю пока здесь достаточно Давайте перейдем В редактирование слайдера Потому что там тоже Очень интересно Можно перейти отсюда В редактирование слайдера Можно перейти вот Зайдя в нашу страничку слайдера Мы сохранять не будем То что мы внесли И собственно Вот он наш слайдер Бургер Давайте зайдем в этот слайдер Сейчас я буду работать Непосредственно Вот с этой опцией И покажу вам Как меняется информация В этом слайдере Собственно вот у нас Такой вот билдер Как в программах С анимацией Хотите отредактировать текст Просто клякаем на текст Далее здесь выбираем Вкладочку контент Ну вот обратите внимание Если у вас по умолчанию Другая вкладка Например вот так Значит заходим в слои Вот эта иконка слои Далее вкладочка контент И здесь мы можем Редактировать этот самый контент Hello Далее нужно его стиль Отредактировать Вкладочка style Здесь мы редактируем Его стиль Шрифт, размер, толщина Цвет и так далее Нужно его позицию На странице Заходим в position Size and position Здесь задаем позиции Координаты Относительно Layer, Area Это относительно Нашего раппера Да А сцен Это относительно Нашего боксика Я вам сейчас расскажу Значит у нас есть раппер Да По центру Тысяча с чем-то пикселей Который держит Наш контент Вот в такой вот полоске Но предположим Нам какую-то фоновую фотографию Нужно расположить Не по этой линии А вытянуть По левой боковой Части нашего сайта Например Как вот эта картинка Здесь лежит Вот в этом случае Мы в нашем слайдере Просто указываем Не layer А сцен И уже координата По x 0 Значит 0 В нашем случае Будет уже не от этой линии А 0 Будет вот здесь Работает вот таким образом Давайте я продемонстрирую Вот этот Check our menu Я его Относительно 0 По сцене Ставлю И сохраню Это дело Здесь у нас Ничего не происходит Потому что Visual Visual уже запутался Revolution Ноль видит В любом случае Как эта ось Но на самом сайте Если вы будете смотреть Чек Ну уже Hello У нас будет Он будет Вот где-то В этой области Вот таким вот образом Видите Вот так работает Позиционирование Имейте в виду А то вот здесь Немножко непонятно Здесь вроде выбираешь Туда-сюда Ничего никуда Не уходит Но по факту Оно уходит Это уже из опыта Мы все это дело Понимаем Гуд Надо другой текст Клякаем на текст Вот здесь этот текст Надо вот этот текст Отредактировать Клякаем на текст Редактируем на свой текст Нужно картинку Отредактируем Клякаем на картинку Он нам автоматически Находит Мы редактируем Эту картинку Нужно фоновую картинку Клякаем на фоновую картинку И ее редактируем Что еще здесь Может быть интересно Анимация Да То есть Видите Она красиво У нас все приплывает Как работать с анимацией Значит Вкладочка animation Заходим в нее Здесь у нас есть Анимация входа И анимация выхода И собственно Выбираем отсюда Вот таким вот образом Анимация Которая вам нравится И устраивает Выбрали Отлично Теперь Все наши слои Которые у нас здесь лежат Они у нас вот здесь В таком таймлайне Что ли лежат Да И мы можем вот двигать Появление анимации В нужное нам место То есть Сначала у нас например Вот эта картинка Бургер появляется Да Значит она у нас Первая анимация Дальше второй текст Появляется Вот это колол Значит мы анимацию Со смещением Смещаем Чтобы старт анимации Был немножко позднее Уже ближе к завершению Первой анимации И так далее То есть видите Вот такая лесенка У нас здесь Получается Что-то подобное Мы видели В программах Когда After Effects Сделаем какую-то анимацию Если вы работали В таких подобных программах Элементарно Для новичков Конечно же Непонятно Потому что Много кнопочек Опять же Если вы новичок И вам интересно Как работает система Пишите в комментариях Хочу обзор По Revolution Slider И я запишу опять же Лекцию Где покажу вам Как с кнопочками работать Сейчас у нас Вот такой вот Быстрый обзор Как редактировать Конкретные Какие-то части Все С этим В принципе тоже понятно Перейдем обратно В нашу админочку Здесь мы опять же Ничего не сохраняем Следующий раздел Который мы рассмотрим Это Femoptions Это раздел В котором хранятся Глобальные различные настройки Ну предположим У нас есть Вот здесь Какие-то номера телефонов Дальше в шапках Может быть Какие-то данные Далее По стилям Какие-то глобальные настройки Отвечающие за выбор Определение Все это дело У нас хранится Вот в отдельной Femoptions панель Выделено все По вкладочкам И она тоже динамическая Поэтому имейте ввиду Почему? Потому что Если вы установите Например Демку Боргер Вы зайдете Femoptions Вы найдете опции Для того Чтобы изменить Вот все данные Номера телефонов Адрес И т.д. И т.п. Все это дело Указывается вот здесь Но Стоит вам Например Поменять Другую демку Установить У вас поменяется стиль Вот в вкладочке Style Design У вас будет уже не Боргер А например Ну я не знаю Китти И если вы опять же Вот при смене Китти Зайдете в Опшены Для футера Здесь уже совсем Другие поля будут Поэтому имейте ввиду Что для конкретной Демо вариации Часть полей Всегда меняется И все это происходит Динамически На Аяксе Вот при смене Здесь опции Да Он подгружает Нужные поля С нужным контентом Значит По шрифтам Вы можете зайти в шрифты Подгрузить Поменять Все текста На сайте Их внешний стиль Да Через админку Все это дело меняется Для заголовков Для боди Подгружайте Один шрифт Два Три шрифта С google phone Столько сколько нужно По шапке Например Загружаете данные Если такие требуются Да Только здесь у нас Не здесь шапка А вот здесь Подгружаете данные Если требуется Если не требуется Вы можете Вы можете Включить Есть даже такие опции Динамические Стиль Шапки По умолчанию Вы хотите поменять Текста Их стиль Например Вы поддающий меню Значит вы включаете Да Переписать стиль шапки И у вас автоматически Подгружается Куча Различных опций Для того Чтобы это дело Переписать Если вам Не нужно Переписывать Значит вы их Просто не включаете И вот таким вот образом Скрываете Значит Уже По вкладочкам Для блога Отдельные Да Опции Например Выбираем стиль Для самого блога Почему это удобно Потому что Можно Установить Например Демку Для бургера А использовать стиль Блога Либо магазина Совершенно От другой демки Например Магазин Да Вот вам сайт Понравился от бургера А карточки товара В магазине От бургера не нравится А нравится От другой демки Значит вы заходите В фирмошен панель Вукамерс И здесь у нас Есть вот Шоп Грид стайл Значит выбираете Здесь себе Например Органик стайл И у вас автоматически Будут подгружаться Стиль от Другой демки Но я в принципе Такое не очень рекомендую Делать Почему Потому что Вероятнее всего Стиль не рассчитан Почему Потому что в демке Где-то На две колонки У вас на четыре Вы будете пытаться Вот эти две колонки Со стилем Четырех колонок И конечно же Они будут работать Но Велика вероятность Какие-то стили Будут смещаться Какая-то все-таки Погрешность Будет оставаться Ну Зачем говорить Давайте попробуем Вот я выбрал Органик стайл Да Сохраню И мы посмотрим Сейчас как у нас Будет Органик стайл Работать Давайте мы Сразу в магазин Сюда зайдем И вот он И вот он стиль Для органик стайл О чем я говорил Что все-таки Вот видите Он рассчитан На три колонки И здесь большие Эти текста И вот здесь Нету даже Пэддинга Но это дело Очень легко Решается Одной строчкой Ссс Опять же В админку Мы закинули И решили Но смысл Понятен Да Вы можете Любые вещи Но если мы В админке Здесь же Да Сделаем Не четыре колонки Как в этой демке А три А может еще лучше две Давайте три Сделаем И тогда Никаких проблем Не будет То есть Всегда опции Они вот в комбинации Да Работают То есть Если вы органик У нас три колонки Вот здесь Сейчас уже Намного лучше Места хватает И текста Все шикарно Помещается Вот то что я хотел Вам в принципе По FEM Option Панельки показать Далее Еще по Билдеру Да Я вам покажу Одну опцию Потому что Некоторые Опции Не статически А динамически Вот например У нас на главной странице Присутствует Слайдер Из отзывов И у нас там Сейчас три отзыва Но что Если у нас будут Например Не три А четыре отзыва Как их добавлять Очень легко Там тоже система Динамическая Она состоит Из двух виджетов Из родительского виджета И из детей И детей мы можем Добавлять столько Сколько нам потребуется Значит заходим Еще раз в страничку Home page Крутим вниз Где у нас слайдер Все по тематике Находится Symbol Testimonial Slider Item Видите Вот здесь Заходим В него И например Мы хотим Отредактировать Первый отзыв Заходим В первый отзыв Редактируем Первый отзыв Хотим Последний отзыв Заходим Редактируем Последний отзыв Хотим Добавить Еще один отзыв Нажимаем Плюсик Выбираем Вот здесь Слайдер Testimonial И заполняем Этот отзыв Опять же Выбираем ему Стиль Картинку Имя Текст И добавить Хотим Не мучиться И заполнять Мы можем Один из существующих Добавить Вот таким вот образом Продублировать Вот я сейчас Из трех Сделал пять И сохраню На сайте У меня вот здесь Сейчас будет Не три кнопки А пять кнопок Потому что Слайдер динамический Он получает Пять этих опций Далее Другой вид Динамический Вот это Полудинамический Полустатический Потому что информацию Мы по-любому Добавляем На той же странице Но есть Вот Опять же Вот он Этот слайдер С фильтрацией Вот он Полностью динамический Потому что Вот этот контент Вот эти продукты Он забирает Уже Из админки Другого раздела То есть Он берет их Из продуктов Вот такие виджеты Это виджеты Которые работают С галереями С блогом И с магазином Тоже имейте ввиду Вот видите Мы поменяли В фем-опшенах Стили И они автоматически И даже во всех Виджетах Которые работают С магазином Меняются Единственное Опять же У нас было по 4 колонки И здесь 8 помещалось Сейчас только 6 Надо оставить Значит По логике Нужно зайти еще раз Вот в этот Shop Products И вместо 8 продуктов На страницу Показывать только 6 Чтобы все было эстетично И красиво Значит Зашли сюда Обновили И вот они И вот они у нас Используются 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 Как это дело Как это дело на практике С этой демкой Но в любом случае Оно тоже работает Давайте зайдем в корзину Вот это корзина От демки Органик Но внутри демки Бургер Смотрится все Классно А давайте вернем Обратно Значит еще раз Войдем в Фем-опшенс панель И вернем Корзинку То есть весь стиль Не от Где он Не от органик А от Бургер стайл Все Значит здесь мы обновим И уже у нас будет Другая табличка Вот с нашими кнопочками Видите В принципе на этой страничке Не страшно Потому что таблица Везде есть таблица А вот на следующей странице Где у нас формы Вот это Видно Критично Потому что в одной демке У нас просто Нижнее подчеркивание У инпутов А у этой Вот такое вот Отображение Вернемся к нашему блогу И рассмотрим еще Его динамичность Значит Вот у нас сетка Из трех колонок Но в фем-опшенах Мы без проблем Можем многое что менять Например Не три колонки сделать А две колонки Дальше Не load more button Вот эту вот штучку А хотим Например Поменять Человек просит Сделай обычную погенацию Значит мы выбираем Обычную погенацию Либо Simple погенation Вот таким вот образом Либо Infinite scroll Там вообще кнопки не будут Просто будешь крутить И посты автоматически Будут выпрыгивать Сайт бар Хочешь включить Включай На треть колонок На одну треть На одну четверть Справа Слева Включай Не включай Иконки социальные Хочешь показывать Показывай Не хочешь Не показывай И так далее Видишь сейчас здесь показывается Просто Дата Просто Title Текст Текст И кнопка Купить Все Далее Можно переписывать Стили по умолчанию Можно не переписывать Например Что мы здесь поменяем В принципе Просто давайте колонки В одну колонку сделаем Посмотрим Как оно будет отображаться Ширины фотографии хватит На одну колонку Или нет Ну не совсем Не хватает ширины Видите Фотография здесь короче Вот две колонки Было бы лучше Поэтому давайте поставим Две колонки Сохраним Вот таким вот образом Дальше Можно менять еще и стиль Но это я конечно же Не рекомендую Давайте Китти Грид Попробуем Поставим Укажем Но вот здесь Когда мы Меняем со стилями Может такая каша Некрасиво Произойти Вот оно Желтый Оранжевый Сайт А здесь Совсем другие цвета То есть каша С точки зрения дизайна Ну вот некрасиво Но смысл в том Что есть Можно менять Но это Применяется тогда Когда у вас есть Четкая задача И вы знаете Что и зачем делать Вернем обратно Бургер Значит смысл еще в чем Вот мы Я не сохраняю Мы поменяли здесь стили Да И мы вернемся на нашу главную Где у нас просто Выводится последняя с блога И там должно Динамически Выводиться Вот с этими стилями Эти данные И в такой последовательности Давайте крутим вниз И что мы видим Вот они Две колонки С этим стилем Единственное У нас другой параметр Три поста Выводи Поэтому он вот Три поста И выводит сюда Таким вот макаром Хорошо Значит рассмотрели Что где редактировать Конечно поверхностно Нужно больше времени Чтобы ориентироваться Хорошо в двух плагинах Ну и собственно И в самом ворпрессе Конечно же Если вы новичок То пишите в комментариях Если интересно Сторона именно админки Я запишу больше уроков Где более подробно Будут дел показывать Смысл в том Для быстрого старта Ребята Вам нужен шаблон Оле Нажали кнопочку Импортировали Любую демку Смотрите сколько здесь Разных демок Конечно Все ссылки Есть в описании Под роликом Вы заходите Читайте Смотрите Мне понравилась вам Эта демка Может быть Вот как и я Работали Работали Потом думаете Каким другую Просто берите Устанавливайте Поверх другую Оно установит Поверх другую Хотите просто вернуться К изначальному К вашему старому сайту Нажали Uninstall И он удалит Все новое Импортированное Шаблоном И вот я перехожу Обратно на сайт Я обновляю У меня все будет По-прежнему Та старая болванка То есть Мое исходное положение От чего я Собственно Начинал Вот так работает Шаблон Оле Каждую неделю Добавляется По новой Демо вариации Моей собственной Разработки По этому шаблону В ближайшее время На канале Собственно Планируется Ряд Больших Лекций По тому Как его Использовать У меня на этом все Спасибо за внимание Пишите свои вопросы В комментарии Пишите просьбы По новым роликам Опять же В комментарии Всем удачи Всем пока Пока